Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров. Во втором выпуске новой рубрики Современная Классика. Первый выпуск был принято достаточно тепло, поэтому решил записать вторую партию, к тому же сама партия очень интересна. На очереди у нас встреча двух, ну пожалуй, сильнейших шматистов современности. Магнуса Карлсона, чемпиона мира, и Фабиана Карлсона, который на мой, ну только по сути на мой взгляд является главным фаворитом предстоящего турнира претендентов. Ну и помимо, собственно, такой яркой вывозки, я еще должен добавить, что партия, которую мы будем разбирать, была сыграна в 2014 году в Кубке Синфилда в Сент-Луисе. Ну и, конечно же, в первую очередь этот турнир знаменит тем, что Фабиана Карлсона в нем стартовал с потрясающим результатом в 7 из 7. Он, правда, сделал три ничьи в трех последних турах, но все равно с достаточно большим отрывом показал самый выдающийся турнирный перформанс за всю историю шахмат. Ну и если кто-нибудь посмотрит его партию из этого турнира, то, в общем-то, думаю, что согласится со мной в том мнении, что каруана в этом турнире, каруана образца этого турнира, по сути, являлся сильнейшим шахматистом в истории. Опять же, это, конечно, несколько спорное суждение, но, по крайней мере, в топ-5 он входил точно за всю историю. Ну а вот партия с Магнусом была сыграна в третьем туре этого турнира. На тот момент, понятное дело, что каруана выиграл две партии под это, лидировал, а Магнус сделал две ничьи, и вот в третьем туре играл против каруана белыми. Понятное дело, что он горел желанием победить, догнать своего соперника в турнирной таблице, ну и, если бы выправить свое турнирное положение. Карстан сыграл Е4 и Е5, и преподнес сюрприз уже на крайне страны на втором ходу. Дело в том, что, ну, в, не побоюсь сказать, 99% случаев, процентов партий на элитном уровне, уровне гроссмейстера с рейтингами выше 2.700, в этой позиции белый играет Кунифтри. Ну, еще, может быть, в одном проценте случаев все-таки случается хорелевский гамбит, но дебют слона, который был сыгран в этой партии, это редкость необычайна. Однако, как ни странно, каруана вообще в этом турнире, каруана в целом отличается выдающейся дебютной подготовкой, но в этом турнире его подготовка была абсолютно выше всяких похвал, и он очень быстро, даже в ответ на редчайший ход слон С4, он и разыгрывал дебют очень быстро, следовало коне в 6 Д3. Понятное дело, что в этой позиции черные могут сыграть конь С6, после чего с пересновкой ходов, скорее всего, получится итальянская партия. Однако, также у черных есть способ высветить недостатки раннего развития слава путем С6. Это основной ход, в этой позиции пока ничего необычного не происходит, последовало конь Ф3, Д5, таким образом черные захватывают пространство, слон Б3. Ну, конечно же, ход ЕД-ЦД стратегически для белых не выгоден, а конкретика в их пользу не срастается, потому что на слон Б5 шаг с идеей выиграть пешку. Черные просто играют слон Д7, слон под боем, приходится брать, и пешка на Е5 защищена, и у белых нет, по сути, никакого компенсирующего фактора для их недостатка в пространстве. Именно черные здесь уже борются за небольшой перерез. Поэтому, конечно же, это основной ход слон Б3. Таким образом, белые сохраняют сферу влияния в центре. ДЕ черным играть совсем невыгодно из-за конь Е5, после чего подвисает на Е7, у белых большой перерез. Основным ходом в этой позиции является слон Д6. На мой взгляд, является незаслуженно, и Карлана здесь показал, во-первых, глубокое понимание шахмата, во-вторых, очень качественную дебютную подготовку. Дело в том, что он сыграл слон Б4 и шаг. Этот ход, по сути, сделан с той же идеей, что есть слон Д6, но благодаря конкретным факторам намного сильнее. Дело в том, что если черный играется на Д6 сразу, белые получают возможность после конца Т3 серьезно давить на центр черных. Теперь в случае ДЕ, после конца Ж5, белые захватывают достаточно серьезную инициативу. По крайней мере, их позиция выглядит очень привлекательно. А если же черные пытаются удержать пешки Д5 и Е5 под своим контролем, то белые просто играют 2-0, на 2-0 слон Ж5, пешка Д5 снова под боем, и у черных нет способа удобно изучить, то есть приходится играть Д4. Но вот эта позиция, староиндийская позиция с применением цвета, явно в пользу белых. Пешки Е5 и Е6 очень слабы, а конь переходит на С4. Поэтому доводить до этого черным явно не стоит, уж лучше взять на Е4, но в этом случае и после конь Ж5, как я уже сказал, и после конь бьет Е4, у белых чувствительный перевес. То слон Д6, несмотря на то, что является основным ходом, на мой взгляд, чувствительная неточность, и слон Б4 просто сильнее. Также есть интересный ход А5, но тут вдаваться в подробности я не буду. Слон Б4, как раз он сыграл С3, что вообще-то соответствует его стилю, однако, казалось бы, более логично пойти слон Д2, выгадывая темп для развития. Тем не менее, если мы присмотримся к позиции после размена на Д2, комбию Д2, слон Ж4, то окажется, что белые не имеют вообще ни малейшего шанса на перевес. У черных нет ни одной плохой фигуры, у них нет пешечных слабостей, у них нет даже зацепок для того, чтобы эти пешечные слабости создавать. В развитии у белых преимущества нет, ну и, если честно, в партии таких соперников, любая партия, продолжающаяся с этой позицией, на таком уровне практически обычна, на то, чтобы закончиться в ничью. Кажется, но понятное дело, что ничья не устраивала. Немного более интересно складывается игра после ферзь Б2. Возможно, именно так белым стоит продолжать, потому что висит на Е5, если черных защищает на Е5, то следует... Опять же, можно обойти к концу 3, но это практически ничего не дает, из-за конца 5. Или ДЕ, ДЕ, конца 5. Поэтому... Ну, прошу прощения, не ДЕ, ДЕ, конца 5, а ДЕ, ДЕ, сначала 2 0, следующим ходом уже конца 5. Да. Поэтому, может быть, более ядовито взятие на Д5, 2 0, с попыткой оказать давление на пешки Е5 и Д5. Битр без проблем тут показывает несколько способов держать равновесие за черных, но... с другой стороны, чего можно было ждать от дебюта слона? Не могут же белые таким вторым ходом действительно рассчитывать при хорошей игре со стороны соперника на какое-то... на какое-то дебютное преимущество. Ну, как раз он сыграл С3, это также абсолютно безвредно, но это соответствует его стилю и соответствует любви Карлсона к позициям испанского типа. Следовало слон Д6, слон Ж5. Опять же, ход слон Ж5, я не до конца уверен, что в этой позиции сильнейший. Слон расположен на этом поле не совсем стабильно, связка для черных достаточно безвредна, но... с другой стороны, ход слон Ж5 вообще является фишкой Карлсона в испанских структурах. Он применяет его когда это оправдано и даже в тех случаях, когда это не очень оправдано. Ну, и к тому же, безусловно, ход ошибкой не является. Тут Карлсона, на мой взгляд, принял совершенно правильное решение, то есть он не стал... не стал цепляться за пешный, свой пешный центр, не стал играть слон Е6. К тому же, после слон Е6 еще, на мой взгляд, есть интересный конкретный ход Д4 с некоторыми шансами на перевес. Поэтому черные сыграли ДЕ сразу. И после ДЕ получается абсолютно симметричная структура, в которой, казалось бы, шансы белых должны быть немного выше, потому что у них активный слон на Б3 и активный слон на Ж5. Однако, на самом деле, мне кажется, что именно белые должны соблюдать минимальную аккуратность, чтобы не попасть в худшую позицию. потому что слон на Б3 во многих вариантах попадает под маневр кунь Д7 кунь Ц5. Общакольный Ц5 за черных расположен отлично, потому что он оказывает давление на пункт Е4 и на слона. К тому же, слон на Ж5, как я уже сказал, тоже стоит не до конца хорошо, потому что у черных есть идея А6. Да, прошу прощения, А6 и дальнейшим Ж5. Ну, конечно, всего этого недостаточно, что можно было говорить о перевесе черных, но и у белых тоже. Нет никаких оснований утверждать, что они что-то достигли по итогам дебюта. Вот. Как бы, сказав все это, я должен заметить, что аккуратность от черных требуется в любом случае. И вот в партии двух достаточно сильных гроссмейстеров, ну, что уж тут говорить, практически элитных гроссмейстеров Сергея Каяхина и Захара Ефименко партия была сыграна в 2011 году. Ефименко здесь сыграл 2-0, в целом более чем напрашивающийся ход 2-0, ферзь Е7, что-то подобное исполнял Коруана в партии, которая в нашей основной партии, но вот именно ферзь Е7 без А6 это довольно большая неточность. и Каяхин в той партии очень хорошо, очень грамотно почувствовал нет, сыграл конь А4. Дело в том, что все, то есть для А6 теперь уже слишком поздно. А6 наталкивается на конь с победой. Если черты не могут пойти А6, значит они не могут развязаться. И белые довольно быстро наращивают давление на колецком фланге. То есть та партия продолжалась конь А6, конь Д2, конь С5, ферзь Ф3, конь Б3, АБ. Если мы приглядимся к этой позиции увидим, что у белых очень чувствительное давление на колецком фланге. И в будущем оно может быть еще усилено путем конь С4, конь Е3, конь Ф5. И в это трудно поверить, но в этой партии, которая играла с классическим контролем, шахматист, играющий черным, а это гроссмейстер с рейтингом за 2.700, на тот момент развалился в течение ближайших 15 ходов. То есть партия закончилась на 29 ходу. То есть даже Казараду в такой безвредной структуре черные всегда должны соблюдать аккуратность. Ну Коруана безусловно чувствует шахматы лучше, чем Ефиминга, ну и находился как я уже сказал в абсолютно невероятной форме, поэтому ход А6 для него просто семечки. Таким образом черный сразу проясняет положение слона. По сути если слон уходит куда-либо по диагонали С1 А6 то это жертва тире зевок пешки на Е4 поэтому надо либо брать на Е6 тогда о перевесе вообще можно забыть потому что черным два слона без особой компенсации или играть на А4. Слон С4 такой ход который достаточно обязывающий потому что слон в общем-то на А4 а в будущем на А4 будет находиться вне игры однако это единственный последовательный ход и я не думаю что Карлс над ним сильно долго размышлял на слон А4 и Карл ответил Ферзи 7 идея хода простая черные во-первых не спешат с рокировкой потому что как я уже говорил во-первых это всегда некоторый ископать под медленное наращивание давления на королевском фланге со стороны белых во-вторых Карлана считает что в данной позиции провести конь Д7 конь С5 и сбить слона с Б3 очень сильного слона является для него более насущной необходимостью чем собственно решить проблему королям потому что по сути черному королю ничего не угрожает последовало конь Д2 конь Д7 и вот тут Карлев сделал ход слон Ж3 который потом вызвал много споров очень многие эксперты говорили что это просто бессмысленный ход бессмысленная отрата темпа я лично так не считаю то есть я безусловно согласен с тем что ход не оптимальный но у него была определенная идея которую по каким-то не совсем понятным для меня причинам никто не озвучивает дело что ход слон Ж3 это довольно оригинальный способ поспрепятствовать короткой рокировке за чердер на короткую рокировку последует конь А4 с большим ну не с большим но достаточно заметным перерезом в белых потому что грозит конь Х5 и конь Ж6 и то есть ход слон Ж3 одна из его основных идей в том что х4 освобождается для коня вторая идея хода слон Ж3 в том что это профилактика таким образом черные не смогут исполнить Ж5 и не смогут оставить этого слана вечно вне игры то есть ну ход Ж5 под слон Ж3 без нападения на слана выглядит совсем странно тем не менее да и конечно у этого хода слон Ж3 была еще одна идея которую пока озвучивать не буду но вы ее увидите в исполнении Карлсона в парте конечно ход не оптимальный объективно что-нибудь вроде ферзи 2 или может 2 0 за белых сильнее но в этом случае получалась сухая прессная позиция в которой опять же у белых нет ни намека на перевес поэтому ход Ж3 по крайней мере заслуживает внимания корона то есть слон перемещается на стабильную клетку где его не достанет белый конь с Д2 обеспечивается ну в связи с этим обеспечивается дополнительная защита пешки Е5 потому что теперь конь не уходит с Д2 из-за того что сразу повиснет на Е4 ну и вообще полезный общий укрепляющий ход ну Карлсон не нашел ничего лучше чем 2 0 обратите внимание что на КНХ4 в этой позиции уже можно ответить я думаю даже можно ответить Ж6 но КНХ5 также заслуживает внимания потому что понятное дело что при короле на Е8 никто на Ж6 зайти не может последовало 2 0 и вот тут очень конкретно и очень сильно сыграл корону пошел КНХ5 корона просто хочет побить слона на Ж3 получить преимущество двух слонов затем сыграть КНХ5 а у белых нет в их позиции нет какого-либо компенсирующего фактора который смог бы ну то есть нет ничего что белые смогли поставить в этом преимущество двух слонов если белые делают самый простой ход в воде Ферзь Е2 то черные просто забирают играют 2 0 прошу прощения и у черных маленький перевес у белых нет по сути в их позиции ни одной слабости но в том что перевес именно у черных тоже сомневаться не приходится то есть какую-либо компенсацию белых за двух слонов как я уже говорил нет однако Карлсон попытался эту компенсацию придумать и вообще должен сказать что Карлсон играл очень очень креативно в этой партии Карлсон сыграл H3 идея какая идея основная в том что в случае если черные игнорируют ход H3 то белые следующим ходом просто откатятся на H2 и положение коня на H5 в этом случае очень тяжело будет оправдать то есть черным пришлось бы этого коня отводить обратно на F6 поэтому ход конь G3 скажем полувынужден FG и вот тут если мы посмотрим внимательно на позицию а также на огромное количество стрелочек которые я нарисовал то увидим что в целом идея белого здесь заключается в том что черные из-за того что они сделали ходы вводе Ф7 и С7 оказались немного недоразвиты и их король может вполне прочувствовать эту недоразвитую позицию на себе потому что пешка F7 зачиняя недостаточно конец идет через H4 на F5 ферзь после этого на H5 ладья будет давить на F7 слон давит на F7 ну и в общем все это выглядит достаточно неприятно для черных здесь был ход коня F6 который очень многие эксперты рекомендовали мне ход категорически не нравится то есть скорее всего люди просто смотрели на оценку компьютера оценка компьютера здесь немного в пользу черных и из-за этого делали выводы если же присмотреться к этой позиции получше если на самом деле если буквально несколько секунд на нее посмотреть то видно что у белых есть маневра коня H4 после чего на напрашивающийся слон Е6 ну код слон Е6 скорее всего надо делать чтобы нейтрализовать слон Б3 белые просто бьют бьют конь F5 и эта позиция по-прежнему компьютера оценивается очень хорошо за черных но когда тебе приходится делать ход ладья H7 ну как бы я не вижу здесь ничего скажем так замечательного в позиции черных у них безусловно слон против коня у них лучше структура но непонятно как из этого извлекать выгода у белых очень характерно очень хорошо расположены все фигуры то есть я считаю что красная вполне устроила бы такое течение партии поэтому каруана здесь сыграл очень сильно и абсолютно не боясь призраков собственно в первую очередь именно благодаря следующему ходу каруаны эта партия вообще попала в данную рубрику и эта партия на мой взгляд стала лучшей партией 2014 года крон сыграл конь c5 сказал ну что такого конь c5 нападаем на слона самый что не наезд напрашивающийся ход если слон ходит на c2 то очевидно что лучше у черных то есть просто играем 2 0 на f7 теперь нет никакого давления на конь c4 можно просто g6 ответить и у черных два слона намного лучше структуры у белых нет даже намека на атаку поэтому ход солнца 2 понятное дело делать совсем не хочется ну опять же если белые просто сразу ведут коня на h4 в принципе ничего не меняет белые прошу прощения черных забирают на b3 играют g6 коню отказано в доступе к пункту f5 у черных два слона много объектов для атаки в общем белым предстояла в этом случае тяжелая мучительная борьба за ничью но кажется были другие планы и насколько я помню кажется достаточно быстро нанес ударство бедных 7 шахов идея достаточно простая черные заманивают одну из ценных фигур соперника то есть либо ферзя либо короля на линии f после чего конь отскакивается в т открывается ладья и белый начинает атаку неркированного короля черных однако конечно же как и чаще всего бывает в современных шахматах здесь очень много решает конкретика вот например нельзя за черных просто нельзя брать ферзем на f7 потому что следует конь e5 на любое отступление ферзя следует ферзь h5 позиция абсолютно выиграна а вот королем как ни странно взять можно то есть таким образом черные встают под ну огромное количество вскрытых шахов под два двойных шаха однако как ни странно белые не способны здесь форсировать победу более того объективно их позиция хуже и каруана в дальнейшем мастерски это докажет ну вот тут начинаются первые серьезные развилки в этой партии и собственно было два хода два сильных хода это конь e5 и конь h4 на самом деле несмотря на то что очень многие мотивы получаются схожими есть и много различий в партии карусон сыграл конь e5 поэтому давайте сначала посмотрим ход конь h4 то есть очевидно что черные должны уводить короля на g8 здесь он менее подвержен различным атомным атакам к тому же король защищает ладью на g8 это важно белые обязаны играть конь g6 и вот тут интересный момент дело в том что как вы потом увидите в партии при отсутствии пешки на e5 самый сильный ход за черных это ферзь g5 а здесь ход ферзь g5 компьютер забраковывает то есть он пишет что здесь получается ничья поэтому практически никто из тех комментаторов которые анализировали эту партию вообще не приводит до какого варианта касательно хода ферзь g5 совершенно за потому что здесь тоже белым не так-то легко разобраться с этой позицией ну ладей 8 шах играть вроде надо король h7 и вот тут если белый играет по аналогии с партией конь h8 то это проигрывает сразу слон g4 и ну надо сдаться потому что это двойной удар на ферзь на ладью и у собственно у белых нет позиции ни одного нормально выглядящего хода то есть на любой вертие на g4 черные просто берут ладью и потом берут коня следом поэтому конь h8 в данной редакции совершенно не обсуждается зато вот ход ладья h8 как ни странно делает ничью белым совершенно необходимо сделать ход ff1 ну сказать что ход издалека трудно находим значит не сказать ничего казалось бы ну хочется пойти к f3 или не знаю ферзь e2 ну хотя бы не отдавать коня на d2 но как обычно снова решает конкретные тактические нюансы после ff1 белые оставляют коня под боем но если его брать следует ладья c8 теперь на взятие на c8 получится мат тем тем не менее это все равно вероятно лучше за черных и черные могут сделать ничью но не более если мы приглянем к позиции после ff1 то увидим что таким образом ферзь белых ушел с опасной диагонали h5 d1 и поэтому черных нет удобного способа развязать свои фигуры на ферзь фланге а король на g6 все-таки чувствует себя не совсем в безопасности поэтому у черных видимо нет ничего лучше чем ферзь d2 c8 ну и тут получается достаточно законоверная ничья конца этого варианта ферзь e3 король h2 опять же ну всегда нельзя брать на c8 из амата на f5 поэтому приходится играть кунь e4 ладь c7 важно победить именно слона именно слона а не ладью потому что если взять ладью то слон и хорошим образом получается к атаке через b6 берем слона ферзь g3 король g1 ферзь e3 получается вечный шаг король h2 к сожалению черных нет решающего продолжения атаки приходится соглашаться на ничью да поэтому ход ферзь g5 не дает черным шансов на победу при правильной игре со стороны белых а ход который дает шансы на победу это ход ферзь e8 таким образом черным дают ферзя то есть ну в данной позиции кондит h8 совершенно играть не хочется после короля h8 просто две фигуры за ландью и пешку вроде бы практически материальное равенство но черный король абсолютно в абсолютной безопасности у белых очень слабая структура на ферзь на фланге ну и вообще если мы присмотрим все эти позиции сделаем пару ходов за обе стороны то увидим что позиция белых практически безнадежна поэтому надо брать ферзя кf8 взяли взяли король f8 ну и к сожалению не хотел бы затягивать этот ролик больше чем на час поэтому ну вкратце приведу здесь плод моих вместе с компьютером анализов заранее скажу что в конце получается позиция в которой только черный играет на победу но у белых большие шансы ничью с другой стороны ферзь х5 слон е6 конь f3 все эти ходы логичны конь на d7 конь идет на f6 цементирует позицию короля ладья f1 король g8 конь h4 конь пытается зайти на g6 тут начинается компьютерный нюанс единственный ход который сохраняет шанс на победу ладья h7 ферзь g6 слон 2 гоня f5 выглядит достаточно грозно но все-таки у белых всего лишь три фигуры в атаке у черных довольно много защитников король h8 просто профилактика конь d7 слон b6 король h2 слон c5 напрягая коня на e7 белые могут продолжить сопротивление только путем ферзи в 5 ну и конечно тут начинаются совершенно трудно находимые ходы то есть если черные берут на e7 то после ферзи d7 у них не лучше чтобы сохранить перес надо сделать ход g5 теперь на ферзи c7 последует просто ладья e7 после чего ладья на e7 расположена шикарно защищает на e5 защищает на b7 а на конь g6 последует просто король g8 как ни странно у белых нет никакого нормального продолжения атаки обратите внимание что в блиц у белых были большие шансы пойти ферзи 6 и земнуть ферзя в один ход слон все-таки очень сильная очень дальнобойная самая главная фигура поэтому на g5 белые должны играть ладья d1 ладья f7 полезный промежуточный ход черный заставляет именно ферзем взять коня ферзь d7 ладья e7 ферзь e5 король g7 белые меняют ладьи забирают пешку ну могут пойти ферзь d7 забрать на b7 могут забрать на e5 в любом случае эта позиция с двумя слонами и ладьей за ферзя в пользу черных но ферзь склонен создавать много роз ферзь склонен нападать на пешки всегда поэтому у белых есть определенные достаточно наверное существенные шансы на ничью в этой позиции однако это абсолютно лучшее из того что белые могли добиться если бы они сыграли вместо коня e5 на шестнадцатом ходу конь h4 то есть вот в этой позиции место коня e5 сыгранного партии коня h4 магнус же ну магнус доверился своей интуиции вряд ли эти варианты кому-либо из людей возможно посчитать поэтому магнус взял на e5 по сути конь львов в случае заходит на g6 разница с предыдущим вариантом в том что черных не хватает пешки на e5 в радио варантов это выгодно белым потому что у них появляется походная на e4 у них больше материала конь на c5 нестабилен то есть ферзь с h5 может напасть на коня на c5 однако есть и свои недостатки для белых например слон на c7 становится очень сильной фигурой у черных появляется шанс организовать контр-атаку на белого короля ну король g8 ход единственный конь g6 тоже не позволяет искать себе альтернативы да если черные играют по аналогии с предыдущим вариантом ферзь e8 надежда отдать ферзя на f8 то белые конечно с радостью его забирают играть ферзь h5 тут оппозиция явно в пользу белых по сравнению с предыдущим вариантом потому что во-первых они хотят взять на c5 с шахом во-вторых грозит ладья f1 у них проходная на e4 она может двинуться на e5 после чего конь получит поле e4 в общем тут черным крайне тяжело защищаться и понятное дело что корон на этот вариант не пошел а сыграл fg5 обратите внимание ферзь g5 уже нападает на g3 вместе со слоном и белый король чувствует себя далеко не в безопасности последовало ладья f8 король h7 здесь магнус взял на h8 конем таким образом белые допускают тактический удар слон g4 однако белые сохраняют достаточно приличное количество материала был другой путь можно было взять на h8 ладью таким образом белые соглашались пожертвовать материал но при этом получали некоторые шансы добраться до черного короля на g6 то есть критический вариант здесь продолжает следующим образом конь f3 ферзь g3 и объективно самый сильный ход за белых ферзь e1 после чего ферзи меняются черные делают очень сильный ход ладья b8 в белых нет никакого способа создать какие-то неприятности для черного короля то есть белые делают любой ход e5 черные развивают слона получается размен по сути на доске материальное равенство но фигура здесь намного сильнее пешка e5 надежно заблокирована все белые пешки по сути в ближайшее время станут объектами для атаки ну пешка e5 вообще не жаляется она потеряется достаточно быстро то есть черные громадные шансы на победу ну наверное вернее правильнее будет сказать что это просто выигранная позиция но если в позиции после fg3 белый играет fc2 прицеливаясь к черному королю и кстати не допуская удар слон h3 то есть здесь был бы ход черных они взяли бы на h3 после ферса 2 если взять на h3 последует просто ладья а8 поле g2 защищено однако у черных есть другой красивый вскрытый удар слон h4 ну и теперь если взять ладью то в основном f3 проводит просто к матовой атаке потому что селечем подачу черный полет fg2 и такую позицию удержать невозможно конечно аж наиболее естественно здесь после ладья h8 e5 шах король f7 ферзь f5 король e7 так прошу прощения конечно не король e8 а король e7 черный король чувствует себя вот как ни странно практически полной безопасности на поле e7 и у черных просто лишняя фигура выигранная позиция компьютер указывает вместо хода hg за белых красивый трюк кунь f4 однако даже здесь совершенно очевидно что после короля g5 ладья 8 ферзь h2 черные заберут другую ладью ладью на a1 и ну позиция выглядит иррационально но на самом деле если на нее посмотреть дольше чем в течение пары минут то видно что король на g5 своеобразное положение все таки мат не получит а вот белый король в беде даже если белые здесь могут точными ходами не получить мат то все равно две фигуры по идее в такой позиции должны оказаться сильнее чем ладья тем не менее возможно это был лучший шанс для карлсона все таки у черных много возможностей ошибиться в партии карлсон сыграл коняш 8 ну и вот здесь следующая серия ходов за черных карлана просто играл с компьютерной точностью более того некоторые решения были даже сильнее чем аналогичные предлагаемые компьютером то есть компьютер чтобы разобраться в этой позиции нужно намного больше времени чем понадобилось фабиано в партии но слон же 4 удар конечно красивый но довольно легко находимый в случае любого взятия на же 4 черные забирают ладью потом забирают коня то есть надо играть ферзь f1 защищая ладью на f8 ну и вот тут ну опять же один из самых красивых ходов в принципе я думаю что года 2014 года очень много фигур уже под боем позиция абсолютно иррациональная и каруан играет кунь d3 то есть просто без темпа подставляет коня под бой то есть уже очень много фигур висит и после этого хода висит еще больше фигур однако ключевым фактором оказывается в этой позиции то что белый очень слабый каруан ну конечно в первую очередь надо проверять самый естественный ход ладью на f8 ну ферзь d3 совершенно не работает из ладья f8 и дальнейшим взятием пронять тем не менее именно так Карлсон играл в партии в надежде удержать ну удержать эту довольно плохую позицию но очевидно что тут игра идет на два результата игра на победу с ладья 8 но в этом случае белые просто получают мат потому что следует ферзь e3 король h1 ферзь g3 ну e5 это попытка перекрыться однако черные просто побеждают путем кони f2 король h1 конь h3 король h1 неожиданно чернопольный слон включается во втаку ну и вообще эта позиция больше напоминает не вариант из партии двух из сильнейших шахматистов мира а скорее очередной выпуск наших с карилом камбэков вот поэтому ладья 8 не работает компьютер вместо ферзь b3 сыграна в партии указывает еще интересный шанс конь g6 после чего если черные бьют королем то неожиданно получается такой вот странный личный шаг поэтому брать на g6 нельзя да брать на g6 нельзя но есть ход ферзь e3 после чего как последует король h1 ферзь g3 e5 собственно именно в ходе e5 основная идея предыдущего хода белых дело в том что пешка на e5 защита и теперь слон e5 не приводит к мату очевидно однако если мы хорошо тщательно проанализируем оценим позицию после ладя f8 конь btf8 шаг король g8 конь g6 конь f2 король g1 конь f3 король h1 конь f2 король g1 и вот тут очень важно то есть кажется что в черных висит слишком много фигур конь не может отойти на какое-либо другое поле за ферзь f8 но если мы как бы достаточно долго будем смотреть эту позицию то увидим что и в черных есть холст e6 таким образом черные нападают на коня g6 очевидно что брать на f2 нельзя из-за слон b6 очень неожиданная связка и белый остается без материала мало того что теряется ферзь я думаю что очень быстро потеряется конь на g6 потому что у него нет нормальных путей отступления поэтому белые видимо вынуждены должны вынуждены играть конь e7 король h8 конь g6 в надежде повторить позицию обратите внимание что конь идет под бой ну и черные могут взять на g6 5 ферзь в 2 играть нельзя король в 2 ход единственный ферзь c2 ну конечно это все компьютерная тонкость и я не буду притворяться что увидел это все сам очень тяжело человеку надо потратить очень много времени однако вот конечная позиция достаточно легка для оценки даже белковым белковым зрителям несмотря на то что у белых как бы лишнее качество ладья конь за двух слонов два сна здесь необычайно сильны у белых все пешки слабые все пешки начнут сыпаться и чрезвычайно плохой король черный большой перевес возможно решающий правда после хода ферзь d3 который избрал магнус физица белых тоже не завидно последовал ладья f8 hg обратите внимание что караана не берет коня на h8 сразу конь никуда не бьет на g4 конь f3 белые пытаются придать хоть какую-то стабильность своему королевскому флангу ферзь g3 прежнему конь не убегает ну и вот тут был практически последний шанс у магнуса наладить сопротивление однако ну настолько трудно находим что совершенно не в чем здесь упыкнуть чемпиона мира сильнейшим ходом за белый был ход конь f7 с идеей по сравнению с вариантом партии которую вы видите по сравнению с ходом e5 заманить черную ладью на седьмую горизонталь ладья f7 e5 и тут если черный играет по аналогии с партией король h8 ну самый естественный ход то e6 и белый выигрывают темп и это очень важно потому что если черная ладья уходит куда-то брон поле f4 с идеей после слома b6 дать мат то черный ничего не успевает из-за e7 опять же не буду вдаваться в подробности но видно что идея была в том чтобы выиграть темп на ладье на кау черных есть шанс здесь получить большой перес надо сыграть g6 да и тут если белый играет e6 то следует слома b6 шар король h1 ладья f5 то есть и к сожалению для белых ладья h5 сматывает неотразимая угроза буквально одного хода не хватает для того чтобы провести ферзя поэтому хода e6 нет приходится ряд ладья f1 по сути по структуре получается примерно та же позиция что в парте самая сильная за черных объективно слома b6 король h1 король g7 материала по уровну у черных необычайно сильный слон в целом хорошо расположена фигура белых плохой король но белых нельзя полностью сбрасываться с щитов все-таки вот эта вот конструкция спешка на g6 королем на g7 не такая стабильная для черных белых есть проходная на e5 по сути материальное равенство какая-то борьба в этой позиции бы еще была но чтобы белым достичь этой позиции надо было найти необычайно тонкий ресурс куниф7 макнус с этим не справился последовало e5 король h8 e6 тоже в этой позиции все далеко от очевидного но каравана продолжил играть с абсолютно нечеловеческой точностью то есть сломб6 ход логичный король h1 но вот тут вот насколько я помню в этот момент у коран уже оставалось меньше 10 минут на 14 ходов до контроля сейчас 26 ход но продолжил делать ходы которые иной грозмейстер не сделал бы с полутора часами на партию во-первых хочется уже подключить ладью к атаке как-то перевести ее на вертикаль h и дать мат на самом деле ничего не получается то есть ход ладья h4 просто видимо проигрывает потому что следует e7 и ладья h4 это не мат неожиданно ферзь подключается к защите через поле h3 черные могут побороться могут взять на e7 но у кого здесь лучше вполне понятно с другой стороны если черные будут делать какие-либо пассивные ходы то белые разовьют ладью на e1 пешку поставят на e7 в том или ином порядке ну и у них будет по крайней мере не хуже то есть очень много контр игры у магнуса корана сделал невероятно точный ход ферзь g4 то есть казалось бы казалось бы черные хотят дать мат но на самом деле корана вот здесь казался достаточно хладнокровным для того чтобы понять что в том случае если он отбирает пешку на e6 даже полностью отказываясь от любой идеи дать мат то есть если мы просто представим похожую позицию без пешки на e6 у белых то абсолютно безнадежно помимо того что у черных будет лишний материал их слон на b6 намного просто несравнимо сильнее чем белый конь черные таким образом путем ферзи 4 они по прежнему не оставляют идей доставить неприятности белому королю но также они сразу нападают на пешку e6 и защищать ее очень неудобно то есть если если белая пешка встанет на e7 она окажется на черном поле черные надежно заблокируют на поле e8 ну опять же так расставится конкретика и не в последнюю очередь из-за того что белый король подвергнут всяким шахом то есть когда пешка встанет на e7 черные подплодей e8 заблокируют ее после этого они нападут на пешку e7 тремя фигурами то есть ладьей с e8 слоном с c5 и ферзем с d7 или с h4 с g6 совсем много полей после чего пешка на e7 отпадет а когда он отпадет то вне зависимости от того какой материал остается на доске любой эндшпиль или метельшпиль вот с лишней пешкой у черных такой он просто выигранный по мой взгляд это очень тонкая идея ну практически ненаходимая то есть опять же корона находился совершенно в невероятной форме в этом турнире да но пешка на e6 встит ладьей 1 играть нельзя по многим причинам самая простая ладьей в 3 с победой если играть e7 я уже сказал следует ладьей 8 ладьей 1 ферзь h5 конь h2 слон c7 нападая на ван g3 ход единственный теперь белый король еще более ослаблен следует ферзь f7 ну и пешку на e7 не удержать потому что если теперь всем пример ферзь d7 то следует слон g3 черные просто побеждают но когда теряется пешка на e7 как я уже сказал независимо с того какие именно фигуры остаются на доске белый не имеет шанса на спасение карлсон избрал наиболее упор на ферзь d6 создавая мелкие неприятности черному подуда нападая на ладью последовало ладья d8 даже вот ход для d8 в цитноте далеко не очевиден с ладьей e8 тоже хочется пойти но корона уже в этот момент я думаю увидел все вплоть до самого конца ладья d8 ферзь e5 единственный ход который держит под контролем пешку e6 ладья d5 подключая ладью по пятой горизонтали но при этом казалось бы упуская из вида то что белая пешка может достаточно быстро проскочить ферзи ну опять же ход ферзь b8 строго единственный хотя бы выигрываем темп на черном короле король h7 снова пешка e6 под боем e7 играть надо последняя надежда белых тем не менее последняя надежда уже почти превратилась в ферзя черни должны соблюдать крайнюю аккуратность и Карлсон в пресс-конференции после партии признался что в этот момент он решил что каруана просчитался именно Карлсон тут уже играет на победу по ну понятно что ладья h5 ничего не дает из-за коня h2 грозит привод ферзя и не хватает не хватает координации черном чтобы держать связку защищать своего ферзя и не пропускать черного ферзя поэтому надо играть ферзь h5 и Карлсон после прошу прощения после e7 ферзь h5 и Карлсон это видел и он решил что он играет кунь h2 и именно у него шансы на победу на самом деле конечно кунь h2 это грубый зилок уже в очень плохой позиции но все еще были небольшие шансы сопротивляться после ферзя h2 тут у черных снова единственный но снова очень сильный ход ферзь e8 как я уже говорил пешка блокируется в целом ферзь плохой блокер но тут все срастается для белых как нельзя лучше в первую очередь потому что белые для черных прощения конечно все срастается в первую очередь потому что белым неудобно защищать пешку так как на ладья e1 последует слон f2 теперь ладья либо отвлекается от первой горизонтали либо отвлекается от пешки к тому же еще грозит ладья h5 с выигрышем ферзя то есть совершенно безнадежно у белых после ладья f1 ладья h5 таким образом шансов защитить пешку на e7 просто нет следующим ходом черное заберут когда они ее заберут получится технически выигранная позиция в которой Карлсон мог бы сопротивляться но при такой форме фабиана я совершенно не сомневаюсь в исходе этой партии ну вот вместо ферзи h2 Карлсон сыграл кунь h2 и в пресс-конференции после партии он объяснил это тем что по каким-то причинам он видел за черным только ход ладья e5 и даже считал что он здесь выигрывает после g4 то есть довольно неожиданно черные не могут защищать ладью одновременно и держать поле превращения e8 двумя фигурами тем не менее даже тут у черных есть шанс и не шанс способ сделать ничью пойти ладья e1 пойти ферзь d5 шах ну и здесь просто получается вечный шах нельзя брать на e1 и за e8 но черные могут повторять позицию вечную ну вот однако конечно кунь h2 это грубый зевок и вместо слабого хода ладья e5 карлона практически не задумывается ответил ладья d1 и это немедленно завершает партию просто после ладья d1 ферзь d1 ну единственное объяснение и собственно Карлсон так и сказал после партии что так прошу прощения после партии что просто он не видел хода ладья d1 и здесь белые вынуждены надавать коня как всем их прочим бедам после короля h2 еще следует ферзь g1 в этот момент магнус сдался ну на король g3 очевидно последует ферзь e3 с отъемом пешки белых нет малейшего шанса продолжать сопротивление в этой позиции по-моему совершенно выдающаяся партия со стороны черных то есть магнус сопротивлялся героически но карлона во-первых показал феноменальную дебютную подготовку потому что я практически уверен что ни один из других ни один другой элитный гроссмейстер вообще никогда не занимался теорией дебюту слона потому что встречается ну один раз из тысячи на таком уровне во-вторых карлона но на выходе из дебюта брани митлешпиля продемонстрировал несколько очень глубоких стратегических решений ну и конечно счет и в частности все вот эти комбинации со вскрытыми ударами ход конь d3 совершенно невероятные то есть карлона просто играл с компьютерной точностью мало того что партия очень чистая она еще и безусловно производит большое эстетическое впечатление я надеюсь что всем понравилась партия надеюсь что мои комментарии не слишком сильно раздражали зрителей в следующем выпуске скорее всего вы увидите одну из партий экс чемпиона мира Владимира Крамника я пока не буду говорить какую чтобы вы не посмотрели ее заранее не испортили впечатление от ролика пока всем спасибо за внимание с вами был Никита Петров в рубрике современная классика